всем здравствуйте сегодня посмотрим расклад который я назвала вашей кигай о чем будет этот расклад узнаете из самого расклада ваша задача выбрать позицию тайм-кода есть в описании под роликом и также под роликом есть ссылка на мои услуги либо на мой второй youtube канал кто еще не знает можете подписаться там я делаю короткие расклады на одну позицию не извиняюсь так приступаем от отодвигаем камешки так позиция номер один голубенький камешек первый вопрос у нас там ваши ваши сильные стороны ваши сильные стороны рыцарь жезлов я бы сказал ваша сильная сторона это позитив позитив мотивация как самих себя так их других людей на что-то позитивно либо на дальнейшее движение восьмерка мечей вас интеллект очень сильный ваша сильная сторона умение погружаться в глубь себя находить какие-то ответы очень важные и вообще умение погружаться либо других людей либо самих себя либо опять же таки если мы говорим в контексте мотивации до когда вы показываете другим людям где искать ответы то есть внутри себя где это именно внутри себя вообще погружение это ваша сильная сторона король кубков также ваша сильная сторона это эмоции это психология эмпатия умение чувствовать людей понимать их потребности то есть понимать потребности души то есть ваша сильная сторона это работа непосредственно с душой с душой до контексте безусловно и любви когда мы говорим да работаю с душой либо как предмет исследования что же такое извиняюсь сонастраивается до горло моем также ваша сильная сторона это работа с временем с прошлым но здесь большей степени да по кролю кубков это умение создавать такую атмосферу доброжелательности мягкости любви заботы но заботы эмоциональной не физическом плане да а именно эмоциональной то есть умение расслаблять людей умение вызывать в них доверие любовь то есть раскрывать людей через эмоцию через любовь тоже ваша сильная сторона еще в чем ваша сильная сторона маг но ваша сильная сторона это слово да то есть вы умеете передавать информацию вы умеете собирать эту информацию необходимую да то есть здесь могут быть риттеры до природные от природы умеете говорить нужные слова опять-таки да в контексте поддержки нужные слова умеете рассказывать что-то людям но не что-то свое а именно уметь передавать информацию в том числе есть у кого-то здесь предсказательные какие-то способности да может быть там предвидение весна видение то есть любые виды измененные состояния которые раскрывают в некоторой степени либо будущее либо непосредственно контакт с душой также умение организационные какие-то вопросы умение разрешать ситуацию до сложную умение вести переговоры то есть здесь дипломатия тоже может быть аркан маг он умеет много чего но в основном это вот связано с общением с коммуникации с влиянием на людей с взаимодействием с энергиями в том числе да все что связано с волей вот и также с физическим состоянием то есть влияние на на тело возможно да она улучшение на красоту но здесь вот большей степени это связано как-то с красотой эмоциональной да то есть красота через передавание эмоции словесно да то есть подбирать правильные красивые слова которые бы создавали что-то творили до в душах других людей то есть бывает так знаете особенно если читаешь какую-нибудь литературу очень красивое какое-то описание которое порождает в твоем сознании очень живые картинки вот это искусство это мастерство она вам подвластно да то есть если бы говорили как профессия то помимо психологии все что связано с предложением услуг работой с людьми да здесь еще может быть в том числе и дипломатия может быть журналистика до публицисты всевозможные фрилансеры которые работают именно с текстами это ваша сильная история увлечение какие ваши увлечения семерка кубков вообще мечтательность до мечтательность фантазия и воображение представления вот как то знаете либо вы сидите и куда-то смотрите в одну точку и там начинается разворачивать в виртуальном мире какие-то ваши картинки жизни которые хотели бы жить либо как вот в своей голове в виртуальном мире да либо вы там что-то анализируете либо представляете либо что-то выбираете умение умение работать как раз таки с тонким планом то есть в контексте визуализации представления воображения то есть такое может быть если мысли то опять же таки много времени да в этом проводить в каких-то мыслительных своих процессах еще какие у вас увлечения но любые увлечения которые связаны с каким-то эмоциональным комфортом да то есть здесь нету подвижности вот при 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 всех картах только рыцарь жезла выпал но опять-таки здесь контексте позитива не в контексте самого движения непосредственно ваши увлечения да я бы сказала так особых ты и увлечений по четверки кубков нет разве что просто сидеть таком разлабленном состоянии да но может быть вам нравится очень читать книги желательно чтобы это были бумажные но в наше время это может быть электронная то есть либо просто просматривание ленты в соцсетях то здесь какое такое расслабленное состояние может быть музыку слушать а может быть просто нравится вот как увлечение знаете сидеть ничего не делать но здесь не в контексте лени в контексте именно расслабление для того чтобы как-то разгрузить свою голову здесь у вас очень много разных мыслей в голове и как правило если вы устаете то это не физическое мыслительные какие-то процессы ментальное поле ваш она устает еще если какие-то увлечения девятка пендакли но все что связано со знаниями да это вам нравится то есть любые знания вы впитываете не показываю здесь каких-то конкретных знаний и увлечений не знаю насколько можно назвать увлечением состояние страха да то есть очень часто у вас бывает так что вы сами себя накручиваете не знают как увлечение показали это какая-то тревожность беспокойство когда вы накручиваете сами себя как-то сами себя запугиваете это очень часто проходит происходит может быть очень часто даже сами себе себя обесцениваете в своих собственных глазах говоря о том что вот вы где это недостаточно в чем-то совершенны то есть где-то недостаточно не знаю как-то себя проявляете я бы сказал как некая такая требовательность к себе нету удовлетворения от того кем вы уже являетесь да потому что здесь могут быть люди достаточно успешны вообще по жизни не обязательно это профессиональная сфера то есть люди такие достаточно самодостаточной но большей степени по девятке пентакли интровертный в некоторой степени и здесь может быть слишком требовательных себе если у вас еще какие-то увлечения ну возможно все что связано с разрешением каких-то сложных задач может быть это для решения каких-то репусов до кроссвордов какие-то игры связанные с интеллектом да то есть может быть шахматы кому-то нравится то есть там где нужно использовать свою голову она у вас очень хорошо работает поэтому здесь спектр может быть большой я все не назову вы сами это знаете но то там где задействована голова то есть не руки не знаете есть люди хочется сказать которые работают головой а есть люди которые работают руками вот относитесь той категории которая работает головой вообще своей натуре вы слишком но не слишком а вы артистичны артистичны и харизматичны вы имеете влияние на других людей может быть ранее где-то вам нравилось как-то управлять людьми манипулировать потому что дьявол и маг вас на это были все и предпосылки и способности со временем вам это стало скучно плюс ко всему но это потеряла какой-то ценность то есть ранее возможно вы как как как-то так как-то сам занимаюсь либо самоопределением либо самоутверждением потом с с возрастом с годами это как будто бы прошло и уже стало не столь актуально возможно опять же таки если мы говорим в контексте литературы может быть кому-то нравится читать детективы да опять же таки почему либо какая-то работает с информацией такой знаете исследовательской где нужно понимать где-то что-то искать до поиск какой-то и нахождение но этот путь он должен быть такой достаточно сложно вот вам даже бывает иногда неинтересно смотреть фильмы почему потому что вы как будто бы наперед с одной стороны у вас хорошо развитая интуиция с другой стороны аналитический ум и получается так что фильмы не интересны так как вы знаете наперед все сцены того что произойдут не потому что вам но вы читали сценарий потому что вы можете это предсказать вам это дает достаточно легко потому что с одной стороны понимание психологии с другой стороны имея собственный опыт и быстро умение выстраивать вот это вот причину следственные связи и развязывать сложные узлы поэтому я сказала что либо литература это может быть какие-то детективы вот либо если это там например я не знаю фильмы какие-то да то там где что-то люди ищут что-то ищут что-то в чем-то хотят разобраться то есть какие такие фильмы и очень маленький такой процент где-то ну вот пять может быть макс 25 процентов люди которые любят страшилки потому что здесь вот дьявол и девятка мечей да то есть какие-нибудь триллеры а так фильмы которые держат все время в напряжении и они вам очень нравятся особенно если это фильмы психологические где нужно понять там главного героя что как почему какое-то такое но я не чтобы вот были какие-то конкретные увлечения которым бы вас тянуло но в любом случае все что связано с трудностями сложностями да где нужно найти ответы на вопросы это вот ваше увлечение и ваши сильные стороны что вы можете дать миру солнышко вы можете дать свою энергию и на самом деле это очень очень много потому что солнце она является как бы так сказать источником питания нашего духа то есть помимо того что функция солнца это согревать и светить через солнце скорее всего от солнца да мы получаем вот это вот необходимую нам энергию до эманации которые подпитывают наш дух так как через воздух мы принимаем подпитку не только нашего физического тела но еще и более тонких слоев то есть подпитка нашего духа она идет через солнце вот у вас есть вот это вот качество если будем говорить более практично да то солнце это лидеры по своей натуре это люди которые могут вести за собой толпы плюс у нас еще дьявол уходил и маг да то есть вас есть это харизма вы можете убеждать людей вы можете вести за собой тут нас проходит организационные какие-то моменты организовывать людей собирать в группы мотивировать то есть допустим если бы вы были каким-то тренером да то это работа не индивидуальная а именно работа с массами опять же таки с большим количеством людей если вы предлагаете какие-то услуги то здесь как групповые групповая какая-то работа она бы была более эффективна нежели там тет-а-тет то есть то такое масштабное она имела бы больше эффекта нежели индивидуальная работа да то есть умение влиять на массы вести за собой безусловно солнце это позитив это подпитка это опять же таки через короля кубка внушение чего-то такого позитивного создания своего собственного эгрегора кстати такое тоже может быть то есть вы создаете какой-то продукт люди в него верят подпитывают своими мыслями вы создаете какой-то вот такой свой собственный личный эгрегор да то есть свое собственное солнышко на котором на которой слетаются люди мошки разные да букашки и жучки и так далее так далее то есть на свет летят всегда сейчас это это примерно это с хорошей точки зрения да я не имела ввиду ни в коем случае ничего такого негативного хотя вот я сказала и подумала как это может быть слышно нет здесь нет ничего такого негативно просто люди всегда летят на свет люди больше да то есть люди всегда идут на свет мошки всегда слетаются на свет просто мне слова всегда идут быстрее мысли летят и я не успеваю со своими собственными мыслями когда передаю информацию так поэтому вы можете дать очень много в контексте своей собственной энергии а поскольку мы знаем что всегда идет некая такая битва за энергию битва за информацию навсегда присутствует по сути вы должны быть востребованы потому что вы даете очень много да то есть вы являетесь донором что что вы можете дать да по шестерке пендакли помощь помощь причем знаете помощь не всем помощь только тем кто действительно приходит за ней и просит вы не должны растрачивать свой свет абсолютно на всех людей да то есть у вас не должно быть желание помогать всем вы должны помогать тем кто приходит к вам за помощью мы действительно это делать то есть нету здесь каких-то полутонов это должно быть сто процентов либо вы делаете либо не делаете плюс ко всему помогать людям выходить из каких-то кризисную ситуацию потому что у вас есть собственный опыт уже собственные знания и вы можете облегчить труд какой-то до других людей кризисный этап который они проходят вот плюс ко всему вы можете выступать в роли наставника в роли учителя что нужно миру от вас что нужно миру от вас во первых нужно чтобы были удовлетворены своей собственной жизнью это очень важно по шестерке жезла да вы должны прийти к такому состоянию когда ваше собственное желание реализовывается когда ваша собственная амбиции реализовываться когда вы пришли к внутренней гармонии балансу когда вы нашли какой-то свой путь реализации но акцент здесь больше идет не столь на то что вы получаете то что вы хотите да и чувствуете себя победителем сколько на то что здесь очень много позитива то есть вы должны быть удовлетворены от своей как минимум социальной жизни от той жизни которые вы проживаете то есть потому что вы здесь некоторой степени являетесь может быть кубира может быть авторитетом для других людей поэтому миру нужно в первую очередь чтобы вы были чувствовали удовлетворение от собственной жизни заметьте здесь нет хоть выпадал на сдать здесь король кубков здесь пока еще не выпадает состояние счастья до радости от вас этого не требует от вас требуется уверенность и уверенное движение по жизни именно в позитиве то есть вот жезли нам всегда говорят про позитив здесь это очень очень важно что еще нужно миру от вас ваша забота ваша забота ваше внимание ваша такая земная любовь в контексте того чтобы не знаю уделяется внимание опять таки да там педаглевая мастер подала наш терка педагли уделяйте внимание людям которые к вам приходит да то есть некоторой степени быть матерью для других людей покрывать их какие-то потребности потому что вы это можете вы это можете еще плюс ко всему как-то что-то нужно приумножать но приумножать именно в материальном мире возможно ваш достаток да то есть миру нужно чтобы вы были удовлетворены от жизни в том числе в материальном плане чтобы у вас было то достаточное количество финансов чтобы вы ощущали себя свободными чтобы вы ощущали себя на коне вне каких-то рамок ограничений вот этот полное внутренние освобождение от рамок и чувства свободы чтобы вы двигались дальше по жизни то есть это нужно миру чтобы вы не брали на себя больше что муж чем можете вынести чтобы не останавливались чтоб какие-то ваши ваш прошлый опыт какие-то трудности сложности чтобы они вас не оставлять не останавливали миру очень важно чтобы вы продолжали двигаться потому что ответься там еще четверка кубков выпадала возможно вы периодически впадаете в какой-то вот уныние да и ваше солнце превращается в луну вы прекращаете светить и наоборот становитесь в некоторой степени вампира потому что вам опять-таки вампиром в контексте потребности да вам нужна энергия вам нужна подпитка ваша задача наоборот отдавать эту энергию то есть аккумулировать в себе и отдавать эту энергию люди что еще нужно миру от вас четверка мечей чтобы вы передавали ту информацию которую получаете с тонкого плана чтобы не бездействовали что вы все время находились в какой-то гармонии внутренней до с миром чтобы ваше сердце все время было наполнено умиротворением да опять же таки уточню умиротворение я всегда это говорю о том что это не какая-то пассивность а это наоборот активность это умение настолько управлять своими эмоциями настолько не знаю излучать внутренний свет чтобы вот ничто во внешнем мире не смогло поколебить ваше внутреннее спокойствие вашу погоду в доме чтобы никакая внешняя погода не не могла навредить вам вот здесь об этом то есть аркан мира говорит о том что вы нашли в себе этот мир чтобы нашли в себе эту в любовь этот контакт с высшими силами опять же таки не только для того чтобы вот как-то общаться а для того чтобы вот вы были постоянно это сказать ну вот как таким проводником до между небом и землей и чтобы вот этот вот знаете вот предохранитель бывает такой маленький вот он как как труба напоминает но имеет такую форму вот вы должны стать вот таким предохранителем между небом и землей да который будет пропускать через себя вот этот свет вы должны постоянно находиться вот в этой позиции до взаимодействия с вашим высшим я то есть мир хочет от вас того чтобы вы слились с вашим высшим я для того чтобы пойти дальше здесь с одной стороны как-то вот здесь как будто бы вы должны что-то свое личное индивидуальное да вот в контексте понимания человека завершить для того чтобы началось какое-то служение людям но здесь опять-таки большому количеству не в том смысле что вот сразу много людей приходит и вы помогаете а здесь вот как будто бы надо переключиться со своего я на на помощь другим но это вот какая-то такая трон тонкая грань потому что здесь вам нельзя ни в коем случае забывать о себе вот как это вот правильно объяснить то есть с одной стороны вы должны быть успешны вы должны быть финансово независимым у вас должно было вот это вот ощущение свобода куда хочу могу поехать не думать о финансах то есть здесь должно быть какое-то такое количество денег опять же я не говорю о том что миллионы давать это машины дома покупали все такое нет а это вот внутреннее какое-то понимание того что я себя ни в чем не ограничиваю второй вопрос что мне не все нужно но я могу себе это позволить потому что вам вот эта вот энергия победителя она нужна на себе не будете удовлетворены внутри вы будете подать четверку кубков вы не будете светить вы будете как лампочка который тухнет гаснет светит потом опять гаснет потом опять свете да ну то есть вот такое мигание вот это не нужно миру мира нужно чтобы вы светили на постоянной основе а для этого вы должны быть удовлетворены своей собственной жизни то есть если у вас будет проблемы собственной жизни вы не сможете быть полезным другим людям потому что вы не будете сфокусированы на них другой стороны когда вы начинаете что-то делали других людей здесь очень важно не забывать о себе то есть это не про баланс а это про какой-то другой уровень жизни то вот образа жизни когда внутри вас настолько всего достаточно что появляется уже потребность что-то отдавать но опять же таки не какому-то конкретному человеку а вот когда у вас появляется вот это вот потребность всегда появляются люди которым это нужно его следующий этап будет именно понимание кому нужно помогать и кому не нужно потому что здесь не всем и опять понимать каким образом помогать да а то есть кому то может быть не знаю нужно помочь финансово а для кого-то помощь это просто улыбка и это просто какие-то теплые обнимашки доброе слово нужно еще понимать каким образом поэтому вы должны быть все время вот в коннекте сейчас много карт и четверка мечи тоже проект показывает в коннекте со своим высшим я то есть с миром то здесь надо очень много работать со своим сознанием на самом деле у вас его хороший такой потенциал и задел действительно на на то чтобы ну здесь люди как будто бы такого знаете более зрелого душевного это правильно обозначить ну не возраста а уровне развития на я не могу сказать что здесь вот прям осознанное сто процентов нет но люди которые по крайней мере идут в этом направлении по крайней мере ими уже не управляет то есть масса людей вы уже можете отличить да что здесь на основе а где здесь вашей жизни что-то действительно истинное да то есть люди здесь которые опираются на какие-то морально-нравственные ценности которые там не знаю возможно было прошлого века возможно сейчас уже таких понятий нету то есть вот именно доброта и человечность уважение взаимопонимание взаимовырочка поддержка вот так вот такие моменты да то есть здесь людям эти известны не то что другим неизвестны но они понятны как смысла но в своей жизни в каждодневной как правило люди ну не опираются на другие ценности вот о чем я хочу сказать здесь люди с достаточно высокими морально-нравственными ценностями да поэтому у вас больше потенциал взаимодействовать вот так с миром поэтому здесь акцент в основной диода ваши сильные стороны это все что связано с вашим менталом все что связано со знаниями с развитием поэтому вы можете это развитие до передавать другим людям вот я не говорю о том что нельзя это делать через профессиональную сферу здесь не не об этом есть очень важно в первую очередь вам реализоваться самим вот это самое главное возможно на данном этапе то есть безусловно вот то вот то аркан мира это потом а первым делом да как говорится самолета первым делом это чтобы вы реализовали сами чтобы у вас не было вот это дефицита до того что я не могу себе позволить поехать в отпуск я не могу себе позволить как я не знаю сходить в кино да потому что одну нету лишних свободных денег вот здесь вот этого не должно быть поэтому возможно сейчас вы находитесь на этапе шестерка и жезлов прежде чем пойдете туда вот как-то там это была первая позиция последние какие такие расклады немножко меня пугающие в контексте энергии слишком такие осознанные возвышенные вот но видимо энергия наши с вами сменились поэтому и посылы пошли такие не столь земные а вот как-то больше в контексте души развития то есть поднятие вибрации позиция номер два красненькие камешек двоечки смотрим вас ваши сильные стороны ваши сильные стороны туз пиндакли ваша сильная сторона умение видеть удачу умение видеть изобилие богатство умение создавать какую-то возможность возможные даже и для других людей для перехода на более качественный уровень вот какую-то другую жизнь интересно так энергии до сменились и двоек а еще какая ваша сильная сторона трудоспособность терпение умение знаете вот работать на какой-то такой однотонной но заниматься какой-то однотонной деятельностью да это может быть там но условно говоря где-нибудь на заводе да где люди делают одну и ту же работу что-то укладывает например упаковывает что-то да вот такое ощущение либо там есть на в магазинах раскладывают на полках продукту продукцию вот какая такая знаете рутинная работа но вам она не в тяжесть то есть вас очень много терпения вас очень много такое знаете вот не знаю снисходительности что ли к людям вот понимание то есть вы скорее всего тот человек который будет давать бесконечное количество возможностей шансов другим людям на то чтобы они как-то проявили себя с лучшей стороны да то есть скорее всего вот у человек который прощается людям какие-то их оплошности до ошибки возможно вот и человек который можете долго ждать то есть вы тот человек который например стоят стоит в очереди и пока ему не скажет что ну то есть тебе придется там час подождать вы скажете окей не вопрос есть на может быть возьмете какую-нибудь книжечку посядьте почитать но что-то найдете себя чем занять вы не будете точка и тем человеком в очереди который будет там кричать ругаться когда и что вот вам сказали вы так достаточно терпеливые вы умеете ждать подходящего времени да вы умеете ждать и того важного шанса своей жизни до который открывается еще ваши сильные стороны больше сильная сторона это стремление к идеалу ваша сильная сторона это вдохновение это частота вашей души это умение слышать свой внутренний голос идти по зову это умение творить это умение видеть вот как будто бы знаете вот душу человека вот его чистоту то есть не физическую какую-то оболочку а суть суть самого человека ваша позитивная не позитивно ваша сильная сторона это позитив это любознательность это интерес это какой-то вот не знаю может быть даже живой интерес как у маленького ребенка да вот ему все интересно он везде хочет залезть он все хочет посмотреть он хочет все попробовать может быть есть даже и какой-то такой риск но здесь нету осознанности того что я рискую вот вы обязательно стопроцентный человек который не знаю как фильмах ужасов показывает да какая-то темная комната там подвал вот и в темноте человек спускается потому что ему интересно кто там что-то хотя он знает что там обязательно появится какой-нибудь там чудовище да и там вас напугает ну вот вам вам интересно вы очень любознательные люди вы подвижные активные хотите все знать да хотите все попробовать безусловно еще ваша сильная сторона умение сочувствовать умение сопереживать другим людям прям здесь вот сопереживание это безгранично вас огромное огромное сердце да вы можете сочувствовать абсолютно всем и животным и людям вы можете объяснить все и всем все мотивы особенно даже если это когда ранят вас вы все равно находитесь в любви вы прощаете как будто бы себе говорите что там я не знаю человек не веду и да но вот его душа она чистая поэтому я прощаю вы что-то такое да здесь огромная огромная такая такое сердце в очень чувствительный очень ранимая особенно природе вы можете переживать не только из-за животных вы можете переживать и из-за того что там леса могут гореть любые исчезать какие-то виды животных растений ну то есть вы как будто бы душа не знаю природы что ли вот что-то такое здесь огромное огромное сердце еще ваша сильная сторона это красота это вот безусловно красота как красота души так вообще произведение к искусства да да там это может быть музыка это может быть литература это произведение искусств культуры вот все что связано с красотой да как направление искусства либо эта красота может быть непосредственно связано с природой это может быть эстетика я не знаю в одежды дам то есть здесь утонченная такая личность но ваша сильная сторона в общем это все что связано с красотой давай теперь посмотрим ваше увлечение ваше увлечение это прошлое это в том числе и прошлое воплощение ваше увлечение это семья в первую очередь и ваше увлечение это все что связано с миром ангелов учителей вот именно на тонком плане да то есть познание жизни вот в контексте мироздания но не с точки зрения там понимание законов да то что связано с интеллектом а здесь скорее всего с состоянием да с формами работа с формами на тонком плане не знаю какие-то вот вибрации энергии вот это об этом еще ваше увлечение семерка пендакли вот опять же идет знаете какое-то такое любование да когда либо вы любуетесь процессом своего труда либо такое чувство знаете вот предвкушение вообще не только своих каких-то действий а вообще предвкушение вот вам нравится вот это состояние когда вы что-то ожидаете ну например там заказали какую-то посылку вот у вас есть предвкушение как я это буду распаковывать вот как я это получу либо там не знаю предвкушение какого-то праздника да вот все вот эти вот организационные моменты когда ты подготавливаюсь либо если вы куда-то должны поехать вот ожидание предвкушение того как как это все будет да вот вот это вам как-то нравится да как-то представлять еще ваше увлечение ну прорицатель на детства а здесь тоже такое есть увлечение увлечению мудростью да вот возможно в этот человек который читая книжки обязательно подчеркнете какую-то мудрую мысль есть на какие-нибудь цитаты вам нравится да плюс ко всему еще знаете кому-то здесь нравится выписывать какие-то советы либо как они называются то лайфхаки лайфхаки вот именно в будничной какой-то жизни там например лайфхак как быстро почистить духовную духовую печку то есть духовку как быстро либо лайфхак как почистить утюг либо там я не знаю как зимой сделать так чтобы лобовое стекло не замерзла и она быстро отогревалась и при этом вот чтобы оно еще и чистое было да то есть какие-то такие лайфхаки фишки вы любите а что мы смотрим я забыла а увлечение кто-то увлекается здесь какими-то миниатюрами деталями то есть такая достаточно кропотливая работа мелкими мелкие детали не знаю может быть миниатюра может быть что-то делаете может быть что-то лепите но это вот какое-то вот все такое малюсенькое и здесь нужно и ловкость рук и терпение и выдержка и эстетика не знаю может быть кто-то с бисером что-то там вышивает либо как-то приклеивает ну то есть здесь какая-то такая тонкая вот эта вот моторика так еще что ваше увлечение королева жеслов ну помимо того что работа с огнем не знаю может быть кто-то с горелкой как-то работает там что-то выжигает ну может быть кто-то печет то есть здесь как кондитер здесь не готов к именно с работа сладким до кондитером там торты что-то такое а что еще может быть ну кроме эзотерики а это ясное дело королев жеслов здесь что-то идет с тайным да что такое не знаю может быть ведете как-то тайно дневники какие-то гримуары для себя пишет ну в общем что-то что-то такое что вы записываете здесь как запись что-то человек сидит пишет фиксирует ведь он обязательно обозначивает дату здесь не просто какие-то заметки держите а какую-то дату кому-то нравится исторические фильмы так ладно надо ставить хорошо что вы можете дать миру орган умеренности спокойствие спокойствие умиротворения то есть знаете так это я никуда не спешу я пунктуальный я везде успеваю я всегда во время то есть вы своим каким-то состоянием умеете успокоить других людей животных детей вообще в вашем пространстве либо люди легко засыпают либо если есть какие-то конфликты и при этом вы не будете впитывать вот эту негативную энергию найдете в себе мужество да как-то вот ну отгородиться от конфликтов то вы можете повлиять на людей конфликтующих тем что вот как-то этот конфликт он угасает потухает здесь вы должны иметь самообладание да вот это вот внутреннюю внутреннее мужество не не поддаваться на эмоции другого человека наоборот свою собственную энергию транслировать проливать на тот очаг конфликта который может находиться в вашем пространстве тем самым здесь как но идет потухание я не могу сказать что идет разрешение конфликтной ситуации или там люди помирились нет но вот какой-то идет загасание да тухнет тухнет этот конфликт что еще вы можете дать миру вы можете показывать здесь как этот как он называется мозговой штурм да вы можете давать миру альтернативные какие-то идеи предложения особенно если вы работаете с кем-то сообща вот ваши идеи они будут не не похожи на других то есть это как будто бы какой-то иной способ достижения но при этом он очень хорошо вливается в идеи других людей вот в совокупности получается что такое очень оригинальное и интересное то есть вы можете предлагать какие-то идеи какой-то свой взгляд получать такое достаточно позитивной вы можете предлагать миру коммуникацию свое свое какое-то общение но это общение о но а у нас есть в себе очень много благости также по десятке кубков что мы можете дать миру ну во первых вы по идее можете дать счастливую семью вот либо вы можете дарить свои эмоции да то есть вот состояние счастья я говорю здесь вы влияете своим внутренним светом своей внутренней энергии на других людей для вас вот понимание счастья это как будто бы вот ваша вторая природа это очень естественное для вас состояние счастье радость наполненность такое ощущение что может быть в детстве вы были самым таким улыбчивым ребенком да но обычно так если про девочек до говорят хохотушка хатушка но очень такой веселый ребенок непосредственный открытый хочется сказать что таких таких детей мало мало обычно они как-то вот то есть детство какие-то угрюмая здесь вот непосредственный ребенок открытый доверчивый и но все время улыбается если не смеется то как минимум улыбается то есть вы тот человек который может дарить счастье вы возможно даже вот если бы вас не ограничивали я не знаю правда насколько это есть у всех но к качество есть такое вы любите обнимашки то есть вот если бы не было каких-то предрассудков в мире да в плане того что он незнакомого человека там обнимаешь допустим если вы вдруг у вас там муж какой-нибудь ревнивец да и увидев что вы там обнимаете какого-то другого мужчину да то вот вам нравится обнимашки но опять же таки даже если вы обнимите кого-то другого мужчину у вас не будет каких-то задней мысли да здесь и не вообще не в контексте сексуальности в контексте проявления каких-то своих эмоций вот очень часто когда вам скажут то что вы хотите там не знаю может быть искали какой-то ответ на вопрос и вот вам его дают у вас такое желание знаете вот обняться расцеловать но это чисто такой вот порыв чистый детский вы очень открыт и поэтому я сказала что вот если бы не было вот этих вот предубеждение людей до норм вот в обществе такое не примета в очень открытые на проявление эмоций если вы радуетесь да от хочется сказать что вот можете прям не знаю на себе запрыгнуть да либо просто прыгать хлопать в ладоши вот такое какое-то естественное проявление эмоций вот вы вот эти вот эмоции можете давать в мир и неважно как вас оценивают безусловно будет большей степени как-то осуждать да будет говорить что вот это неправильно вот но вы тот человек например когда видите ну не знаю встретили кого-то которого долгое время не видели вы на улице например да вы спокойно можете например побежать к этому человеку обнять там покружить его покричать ну то есть радоваться для вас это естественно и даже если для кого-то это как-то вот ну не знаю осудима да такое поведение для вас это естественно и вот вы можете эти эмоции дарить миру и нужны ваши эмоции нужны миру хотя вам может казаться что меня все время как-то осаждают все время как-то критикуют все время как-то указывает на свое место миру вы нужны не знаю что говорят люди на но миру вы нужны вот именно такие проявления что еще вы можете дать этому миру аркан силы помимо энергии вот то как было у нас первой позиции окан сила он тоже является донором только здесь донор скорее всего не на может быть прямом смысле да кровь можете сдавать либо поддерживать друг друг других людей то есть когда причем на есть так интересно вы можете оказаться в какой-то ситуации где будет страшно и вами другому человеку но вы невзирая на свой страх вы всегда найдете какие-то слова чтобы поддержать другого человека это так забавно то есть вы сами вроде бы боитесь но вот как-то крепитесь да мужаетесь но при этом найдете что-то такое теплое одобрительное да как-то вот поддержать другого человека который боится ну типа не бойся я сам боюсь но вот ты справишься я в тебя верю вот что-то такое вы можете дать очень много позитива очень много энергии вы можете дать но отличающие энергии от первой позиции то есть солнце там дает другую энергию жизненную вы же даете подпитку духу другого человека да то есть аркан сила это сила воли духовная то есть вы как-то вот духовно можете поддержать другого человека как-то ощущение того что вы можете сказать там не знаю мужа и ся вот мужественность на какую-то силу какие-то такие вот добродетели можете передавать другим людям опять же если это в контексте там не знаю профессии по аркану силы у нас проходят спортсмены может быть в детстве хотели заниматься спортом может быть вообще занимаете спортом то есть как вот тренер да здесь может пройти можете подсказать другим людям опять же если это в контексте профессии как вот все что связано с красотой тела как прийти красоте тела я не знаю как как тренер ладно это понятно да как там например фитнес тренер как можно создать тело вот но здесь вообще говорится красоте тела может кто-то из вас там не знаю парикмахер но здесь не косметология нет здесь все что связано с телом да может быть даже массажисты там например есть на конте римфа массаж делаете да можете помогать людям работать с их страхами такой тоже можно а что нужно миру от вас вот от вас что нужно чтобы вы взаимодействовали с другими людьми до в построении чего-то нового плюс ко всему чтобы вы оттачивали какие-то свои навыки свои какие-то грани но здесь общение с другими людьми необходимого что еще вы можете дать миру вот это вот свою непосредственность открытость доверчивость знаете какой-то свой свет контексте того что я иду по жизни до в доверие к жизни к самой как таковой да то есть я не строю никаких планов я просто иду и я знаю я верю что меня ведут до что мне подскажет то есть вы как будто бы тот человек который просто проживает любой опыт который приходит к нему вот вот это вот ваша непосредственность да для кого-то может быть глупость но в контексте глупость не знаете как в контексте легкости легкого отношения к жизни без каких-то рамок может нет в некоторой степени вот чудаковатость до проявлений то что я говорила да здесь по эмоциям то есть открыто там например обнять человека высказать свою любовь высказать свое уважение там вот при в проявить какие-то свои выразить эмоции проявить вот что-то такое непосредственное вот это нужно вот это вот очень дорогое еще что нужно миру от вас ваша какая-то стабильность да вот ваша зона комфорта в чем заключается ваша зона комфорта колесо да здесь какой-то сценарий что здесь за сценарий который нужен какие-то кризисные моменты которые вы периодически проходите вот миру это нужно не знаю для чего но нужно потому что такое ощущение что вот когда вы проходите вот эти вот кризисные моменты вы очищаетесь от какой-то иллюзии вы все больше больше приходите к самому себе либо к самой себе то есть какие-то вот кризисные моменты вам их не нужно избегать а вы как будто бы больше понимаете не знаю там разочаровались в каких-то отношениях да вы приобрели исходя из этого опыт как правильно надо там есть на выбирать людей на что нужно ориентироваться либо понять себя что и я тоже не совсем было но не знала что я хотела да поэтому либо что я хотел поэтому совершил такой выбор то есть вот как вот ваш опада он для чего то нужен здесь важно его принимать парка на шуту здесь не нужно раздумывать что да когда почему потому что этот опыт он я знаю вы как как его режиссер который снимает какой-то фильм и потом вот этот вот фильм он попадает в кинотеку там не знаю музей какой-то где хранятся какие-то шедевры до художественного кино вот ваш опыт он записывается и в дальнейшем вот он где-то используется пускай даже не вами но вот как информация чем оригинален ваш опыта почему для чего нужен мне интересно но вот на его основе идет какое-то обучение то есть возможно вы совершаете те ошибки которые ну условно говоря среднестатистический человек бы не совершал и вот в этом есть оригинальность да то есть это тот вариант который как правило не рассматривался до его невозможно было предсказать вот этим он и уникален и допустим если вы совершаете какие-то ошибки в кавычках да да эти ошибки они не похожи на кого-то другого вот ваш опыт в контексте эволюции он нужен для того чтобы разрушать какие-то иллюзии но в первую очередь для вас а вот во вторую очередь как будто бы миру это надо как запись в дневнике того что вот такое в такая душа прошла вот этот опыт значит такой вариант тоже есть и на это нужно обратить внимание что вот там есть иллюзии то есть вот такие такое ощущение что вы только с вами происходят какие-то непонятные казусы либо какие-нибудь чудеса вот это вот какая-то вот ваша такая характерная черта что вы притягиваете да то есть вы создаете по сути то что он но не то чтобы не все могут создать но в этом есть какая-то вот ваша изюминка ваша уникальность что еще нужно миру ваши эмоции ваши эмоции ваша любовь бесконечная любовь которые изливать на других людей для того чтобы двигались дальше баланс сюда пришли к балансу то есть невзирая на какие-то трудности как геракл до который проходил свои этапы вот невзирая на какие-то трудности казалось бы что уже все он не может с этим справить вам все равно их проходил то есть вот здесь вот какие-то этапы которые вам нужно пройти двигаться дальше да потому что вы знаете как драгоценный камень который шлифуешь вот с этими трудностями и он дает потом какую-то свою оригинальную неповторимую неповторимые свечения вот вот в этом вот ваша задача то есть так как вы себя ошлифуете такой либо таким каким вы себя создадите вы будете неповторимы все люди неповторимы безусловно но вот вам у вас есть какая-то такая уникальность когда да в песне пелась дырочка в правом боку я вот все представляю вот этого героя с дырочкой в правом боку вот вы что-то такое у меня оригинальное да то есть кружка например с тремя ручками не с одной и не с двумя именно с тремя сказать что нету кружек с ручками есть но не все же с тремя вот вы что-то такое при этом это оригинальное при этом это вот ну до этого кто-то додумался значит в этом есть что-то свое то есть по сути ваша какая-то уникальность миру нужна ваша уникальность вот так которая есть так это была вторая позиция помните да часто двойки выпадали у нас такими что я ни на кого не похож и вот как шло какое-то страдание на это черт оказывается видите вот это вот и нужного мира не то что вы страдали то чтобы вы были не похожи ни на кого так позиция номер три я наш вот зелененький камешек смотрим троечки не переживайте если не хватит колоды я вас заму карты дополнительно ваши сильные стороны тройки вот ваша сильная сторона это доброта это умение какой-то узнаете героизм менее жертвовать собой во имя других людей причем знаете вот при всей вашей строгости и видимости может кому-то вы покажетесь особенно если мужчины досмотрят какими такими жесткими неразговорчивыми воинственными агрессивными но вот за этой ширмой скрывается бесконечный героизм и доброта вы готовы пойти на любое самопожертвование если конечно же вы оцените что это нужно сделать то есть вот именно из вас рождаются те герои о которых пишут в книгах газеты говорят о новостях фильмы снимают вот вы та героическая личность которая способна на самопожертвование еще что ваша сильная сторона умение фокусироваться умение фокусироваться на и ценить знаете умение фокусироваться и ценить действительно дружбу умение ценить партнерство да это здесь не только в контексте любви до второй половины это понятно но вы тот человек который вот умеете сконцентрироваться на самом важном именно во взаимодействии двух людей то есть это может быть партнерство это может быть дружба то есть вы действительно умеете это ценить вы умеете фокусироваться вы умеете вкладываться в такого формата отношения ну ваша сильная сторона император да это ясное дело не неважно вы мужчина или женщина стабильность постоянство ответственность даже в некоторой степени гипер ответственность гиперопека вы тот человек который возьмет на себя всегда инициативу в трудной ситуации вы не будете ждать помощи ни от кого не вы сами будете все решать вы тот человек который с одной стороны имея организационные способности в нужный момент если там не знаю сроки поджимает вы сможете самостоятельно защитить рукава и наряду с вашими подчиненными делать ту работу которую должны сделать они то есть вот в этом ваша сильная сторона умеет организовать уметь проконтролировать уметь убедить каких-то людей в нужности каких-то определенных задач до либо в проекта то есть вы владеете словом умеете убеждать умеете приводить какие-то доводы вот умеете защитить вот это все прям ваши сильные стороны ваше увлечение восьмерка жезлов но какое-то развитие движения королева кубков смотрите здесь ли кого-то по королеве кубков мне идет почему-то тревожность и я не знаю почему это является вашим увлечением то есть тревожность какая-то какое-то беспокойство скорее всего увлечение как здесь контексте развития да то есть показывают такой беспокойный беспокойный дух который постоянно что-то хочет узнать что-то хочет понять в чем-то хочет разобраться куда-то хочет двигаться то есть здесь очень-очень подвижный ум и отсюда выходит какая-то тревожность еще ваше увлечение здесь может быть доезд бы дороги поездки доездки дороги поездки а увлечение вообще там не знаю коммуникации с другими людьми и в том числе если вы там как это вы ходите на какие-то переговоры до договариваете с кем-то что-то продаете вот это для вас там не знаю биржа криптовалюта вот вот это вот все является для вас увлечением то есть все что связано с торговлей вот для вас является увлечение причем это не обязательно чтобы вы только торговали возможно вам нравится например есть на бывает там где-нибудь в турции где-нибудь на востоке на базаре вот вам нравится вообще уходить поэтому базару где-нибудь там торговаться не обязательно что-то покупать но вот вот это вот движуха она вам очень нравится также здесь может быть увлечение морем все что связано с кораблями то есть это может быть как вид спорта там кануэ каяк там еще какие-то там с лодками на что-то вот катерами вот какие такие увлечения морские серф ну вот все что связано с водой и с кораблями вот здесь может быть разнообразие большое от элементарные там не знаю поездки в круазьеру куда-нибудь да в круиз либо просто покупаться на море до там не знаю приобретение чего-то заморского такого еще ваше увлечение вы любите праздники праздники вечеринки куда-нибудь выход в люди там есть на природу пикник вообще встреча с друзьями как-то повеселиться поесть не знаю может быть это куда-нибудь сходить на танцы возможно это по молодости вот но может быть и увлечение танцами да в том числе какие-нибудь национальные танцы либо там латиноамериканские но в общем разные танцы либо танцы мира здесь все что связано с праздником возможно все что связано с недвижимостью с домом там может быть украшение дома да все что связано с дизайнерскими какими-то моментами но также может быть архитектура то есть если вы увлекаетесь например фотографии вам нравится снимать какие-то здания вам нравится ходить по музеям вам нравится почему-то идет какие-то готические такие здания вот остроконечные дать то есть не круглые какие-то купола вот что-то такое может быть вам нравится все что связано с замками там я не знаю англия вот эти вот все саксоны вот какое такое увлечение история одежды может быть для кого-то тоже с живописью с музеями тоже может быть связано но такие увлечения есть еще какие-то увлечения у вас сверху жезла для кого-то вообще нравится боевые искусства боевые искусства до если это например там легкая атлетика то это может быть там прыжки в высоту что-то такое для кого-то может быть если мы говорим в контексте эзотерики дата создание защиты не знаю защиты может быть могут быть амулеты вы создаете амулеты либо если это очистка то выстраивание потом какой-то вот у защиты вот все что связано защитой может быть кто-то работает по профессии до где-нибудь там в security что такое ладно что вы можете дать миру свои идеи ваш кубков своей идеи пожмите информацию какой-то вы умеете собирать информацию вы умеете ее структурировать умеете ее как-то планировать здесь даже знаете по планировать не может быть умение создавать какие-то либо ментальные карты такие красивые либо умение создавать как этих планеры умение создавать к нему дневники да как в физическом плане ну то есть что такое материальное что можно пощупать точно так же как и в соцсетях да то есть ну в компьютере что вы можете дать миру опросники то есть умеете возможно создавать опросы умеете задавать вопросы умеете анализировать статистику то есть работа с информацией с информацией и планированием если бы вы работали коучем я бы сказала что вы умеете задавать красивые открытые вопросы что еще вы можете дать миру позитив храбрость мужество решительность инициативу развитие развивать людей аркан смерти что вы можете его смотрите если среди вас есть паркану смерти если среди вас есть хирурги то это будет пластические хирурги то есть люди которые работают в косметологии все что связано с красотой визажисты в том числе до кроме пластических врачей что еще но вы даете какую-то трансформацию до трансформацию вы показываете людям как-то вот работающих знаете со временем показываете людям насколько они меняются но и здесь вопрос работы с времени хорошо что еще что еще аркан справедливости но здесь может быть кроме работы в органах до что вы можете сделать вы можете давать миру свою какую-то справедливость ощущение какой как книги такие чистильщики вот ваша вот это вот храбрость да она помогает как будто бы миру очистить сделать мир чище своей собственной справедливостью вы каким-то образом можете влиять на других людей как защитники какие-то выйду идут да то есть помимо профессии вообще по натуре по своей а что нужно миру от вас что нужно чтобы вы перестали обманывать нет это пятерка жезлов что нужно что вы перестали как-то себя возможно разрушать вот по пятерке жезлов что вы перестали обижаться что вы ну вот обман видите я думаю что это семерка мечей все равно вы была луна что вы перестали как-то заблуждаться чтобы вы перестали заниматься самообманом что вы исцелились от каких-то своих обид ощущение того что миру нужна ваша голова но эта голова она должна быть чистая чисто от эмоций от каких-то негативных моментов почему потому что ну невозможно совершать справедливость если есть какие-то личные обиды да если есть какие-то личные моменты не проработанные то есть допустим если вашей жизни было какое-то предательство вы не можете быть непредубежденными к людям которые совершают какое-то предательство то есть вы будете проецировать на них вот свою какую-то обиду здесь вот это вот миру нужно чтобы вы простили себя чтобы там не знаю простили своих обидчиков чтобы вы увидели свет что вы прояснили какую-то ситуацию вообще мир хочется за что вы проясняли ситуацию то есть помимо внутри себя что вы все время проясняли какую-то ситуацию возможно это полезно и другим людям опять же такие через сбор какой-то информации например если бы вы были журналистом то здесь какой-то такой вот политический журналист которые собирают информацию да и по поводу какой-то ситуации проясняя ее нам например делали выбирали какой-то закон и вот вы как журналист собираете информацию говорится что вот этот закон будет говорить об этом об этом да но здесь есть вот такое окно вот такой пробел да вот здесь в этом обманывают а вот в этом это правильно то есть вот что-то такое прояснять какую-то ситуацию если например работаете с людьми да тут вам например как критик третейскому судью судьи приходят люди и вы должны прояснить им эту ситуацию показать что ты ошибаешься в этом а ты в этом вот вы вот это выбрали не то а вот здесь вот в этом заблуждаетесь то есть от вас мид просит чтобы вы проясняли ситуацию людям которые в чем-то заблуждаются от вас хотел чтобы вы в первую очередь наслаждались эмоциями получали удовольствие от жизни вы не для других вы хотя что вы научились слушать потребность своей собственной души хотя чтобы вы без искать искажений каких-то вскрывали истину людям особенно тем которые в чем-то разочарованы переживают то есть здесь вашими устами глаголит какая-то истина через высший через тонкий план вы должны быть справедливыми и вы должны все время говорить истину то есть правду вам нельзя ни в коем случае никого обманывать ни себя ни других ни в коем случае вам нельзя что-то не договаривать вы должны научиться то есть мир просит вас чтобы вы говорили называли вещи своими именами чтобы не искажали информацию чтобы не не умалчивали что-то да то есть если хотите если нужно сказать правду что вы ее говорили чтобы вы проясняли чтобы вы скрывали какие-то нарывы какие-то темные делишки других людей что еще нужно миру чтобы вы искали ответы на какие-то глубокие вопросы что-то здесь изучали что вы выстраивали новый какой-то фундамент для других людей можно в контексте мира для других людей как некую такую опору которая будет передаваться из поколения в поколение да то есть вот какое-то наследие возможно выстроить какую-то свою систему ценностей нити на основе верховной жрицы на основе изобилия богатство то есть помимо того что это дело для других людей вы в первую очередь должны это сделать для себя если вы не научитесь сделать для себя вы не сможете этому научить других людей поэтому в первую очередь вы это должны делать своей жизни ну как-то так даже вот карта остались посмотрим что там осталось тройка кубков до праздник знания верховный жильца начала умение делать выбор концентрация концентрация на фокус внимания на изобилие да на богатство на стабильность и завершение завершать какие-то болезненные моменты но это не касается вас это просто эти карты остались вот как-то так троечки я благодарю всех за внимание жду ваши комментарии пишите о своих сильных сторонах вот прям можете написать не обязательно писать какая там вас позиция а просто напишите вот в чем ваша сильная сторона не как ее оценивают другие люди а как вы оцениваете прям напишите моя сильная сторона вот в этом в этом в этом в этом не просто интересно не в контексте 1 да а как посмотреть какие сильные стороны есть у людей то есть мне любопытно а я с вами обращаюсь до пятницы до до пятницы в пятницу у нас будет поток мы будем с вами читать поток все прощаем всем пока пока